Присягаю в городе суду правду. И лишнюю правду. Я считаю несправедливо, что отец ЛНР находится за решеткой, а в то же время... Я делал с вами наброски, извините. Я не к вам могу сказать. В то же время... Я корочествую с набросками, которые я сделал, чтобы более четко формулировать... Вы самостоятельно их послали? Конечно. Вот вас там подоложили. В то время, когда мать ЛНР находится на свободе и заседает в украинском парламенте. По моему мнению, основная ответственность за создание так называемой Луганской Народной Республики на суверенной территории Украины, кроме российских политиков, военных, спецслужб Российской Федерации, лежит на двух людях. Это Александр Ефремов, народный депутат на тот момент. И Наталья Королевская, народный депутат трех созывов. Ефремов еще со времен Советского Союза, все время находился на руководящих должностях и являлся и является влиятельнейшим человеком на территории нашего региона. Это первый секретарь Ворошиловградского наркома ЛКСМУ. С 1987 по 1991 год заместитель начальника цеха, секретарь комитета ТЭПУ, Ворошиловградского станка строительного завода. Так вот, продолжу. Александр Ефремов занимал все время руководящий должности в Луганской области и всегда имел влияние на назначение как руководителя правоохранительных органов, прокуратуры. И на момент 2014 года Александр Ефремов, по моему мнению, на основании результатов журналистских расследований, которые я проводил, имел полную власть и возможность управлять процессами. И я могу привести примеры, когда в Луганской области дела в отношении Александра Ефремова и его людей заминались, собственно, правоохранительными органами в угоду человеку, который их контролировал. И так же было и в 2014, когда был захват здания службы безопасности управления, был захват областной администрации, что в итоге привело к созданию Луганской народной республики. И мы были преданы следствию видеодоказательства, которые подтверждают причастность Александра Ефремова к событиям, которые на тот момент проходили. Мы с Александром Ефремовым познакомились утром 24 февраля 2006 года на митинге возле здания Луганского областного кольцовета, который собрала партии регионов в поддержку Виктора Тихонова, которого на тот момент Генеральная прокуратура обвинила в посягательстве на территориальную целостность Украины. На тот момент, это был результат Северодонецкого съезда. Тогда я в статусе организатора контр-митинга, на тот момент проходил митинг, где присутствовали Ефремов, Тихонов, Кушналев, Лукаш, если я не ошибаюсь. На тот момент Ефремов активно поддерживал Тихонова, обвиненного в сепаратизме. Ну и опять же я возвращаюсь к истории, потому что все идет еще с конца 90-х годов. Вот данный эпизод это 2006 год. Тогда я в статусе организатора контр-митинга Тихонова на Нары обошел трибуну с тыльной стороны и проскочил кордон милиции и подошел к Александру Ефремову. Привет, сказал я ему. Ефремов спросил, кто я. Я ему сказал, что я Севолод Филимоненко, после чего вручил Ефремову вот такую листовку. Я просил бы объявлять свидетелей заниматься самопиаром и все-таки давать показания за период февраля-мая 2014 года. Почему я вспоминаю об этом и говорю сейчас сидит, поскольку ниточка тянется очень издалека. И чтобы мы понимали, что Александр Ефремов не вчера вдруг решил, что он хочет отделение Луганской области, создание республики. Уважаемый суд, этот человек вынашивал идею отделения Луганской области. Я убежден, что... Кстати, почему я говорил о его биографии. Я не исключаю, что поскольку Александр Ефремов был в конце 80-х одним из руководителей Компартии Луганской области, он мог быть завербован КГБ, и после чего, после распада Украины, он вполне может быть, продолжаться, оставаться специальным агентом Федеральной службы безопасности. Ваши правоприемницей Советского Союза была Россия. Луганская политическая элита, можно сказать, оппозиционная, проводила совещание по поводу того, что делать. Поскольку руководил захватом Арсен Тринчаев, человек, афилированный с Александром Ефремовым напрямую, были приняты определенные решения, после чего мы с Олегом Лешко направились в здание областного УОЛИ, где уже ожидал Клинчаев, который планировал шантажировать, видимо, Гуславского, поскольку он был представителем стороны, которая захватила областную администрацию. А в интересах Гуславского было ее освободить. Но разговор Тринчаев хотел строить в удобном ему русле, после чего Лешко вместе со своими сторонниками задержал Арсен Тринчаев, продал гражданское задержание, я так понимаю, и планировал, провез его в аэропорт для дальнейшей доставки в Киев, видимо, в правоохранительные органы, поскольку правоохранительные органы на местах, на месте здесь, в Луганской области, были недееспособны. Но уже подъезжая к аэропорту, поступил звонок Лешко на телефон. Лешко вышел поговорить, сказал, здравствуйте, то ли Александр Валентинович, то ли Александр Сергеевич, я точно сказать не могу. Валентинович, после недолгого разговора Лешко вернулся в автомобиль и сказал, что нам нужно возвращаться обратно. Как мне, насколько мне известно, вели переговоры с Ефремовым, который просил слезно отпустить Тринчаева в обмен на освобождение областной администрации. И, собственно, на что такой договоренности и достигли. Лешко вернул Тринчаева на тот же стул, с которого взял. И на следующий день действительно луганская администрация была освобождена и пророссийские митинги на время затихли. Таким образом, мной прослеживается четкая связь между захватом администрации и, в частности, к этому Александра Ефремова, поскольку он, по моей информации, также ввел такие переговоры с Лешко за свободу на тот момент Арсена Тринчаева. Присутствующий генерал-начальник ГУВД по фамилии Гуславский. То есть вы неизведетелем, как это происходило? Как он вообще одобрил, рад был этому, попросил? Генерал Гуславский шевелил усадами. Что это значит? Я уже не знаю. Вот так он делал. Вот так мы не запишем. Мы никак-то не запишем. То есть он двигал верхнюю часть учительства, на которой были выросшие усы. То есть попустительствовал задержание этого лица посторонними лицами, которые не являлись сотрудниками лицами. Свидер, как Бо Лайк сказал, шевелил усами. Шевелил усами. Так, я пытаюсь. Никаких эмоций не проявлял Божий Гурман. Никаких слов не произносил. Я не помню. Не помните или не произносил. Точно он был немногословен. От основного, например, шевелил. Ну, он и добрыл действия такие лица. Он не говорил добро там. Я говорю, он был немногословен генерал Гуславский. А на завтра обратились снова в этот же кем-то? Да, да. Был генерал Болотский и генерал Гуславский уже. Счетание. Есть. Скажите, пожалуйста, следующий вопрос. Что вам известно о референдуме? Были вы свидетелем проведения референдума в Луганской области? Я же вам ответил, что 30 апреля покинул Луганскую область. Что еще? Когда Ефремов проводил референдум? Когда вы проводили? Подождите, но вы же вопрос спрашиваете. Я вообще. Сидит рядом Александр Ефремов, который гораздо лучше может ответить на все эти вопросы. Например, скажите, на данный момент, на данный момент, какого итога войны хочет Ефремов на Донбассе? Победы Украины или России? Ну, утримы, это все пытания.